Так, ну, у нас сегодня очередное интервью. Вот, и берём мы у нашего главного товарища, который, в общем, основатель вообще этого нашего клуба, клуба интернет-творцов, это Ольга Грибанова. Так, дорогие зрители, вы можете познакомиться с Ольгой Грибановой, глядя на её фотографию. У неё только сегодня приключилось что-то с камерой, и поэтому, вот, можно лицезреть её таким образом. Да, спасибо прощения, но лицезреть не так. Вот, ну, поскольку этот человек у нас очень интересен в своей речи, своими мыслями, своим мировоззрением, то я думаю, что будет достаточно интересно. Так, ну, могу несколько слов сказать, как бы представив, кроме того, что Оля у нас основатель нашего этого клуба, интернет-творцов, Ольга вообще писатель, настоящий профессиональный писатель, она кандидат или уже член Союза писателей России, Санкт-Петербургской, наверное, отделения. Вот, и кроме того, она член Союза писателей, Международного Союза писателей. Ольга – великолепный поэт. Ну, кстати, она такой прекрасный писатель, что у меня, даже у меня было несколько таких попыток сделать видео по отдельным главам её книг, потому что это было у меня совершенно непосредственно, как вот порыв моей души, как вот это восхищение, которое осталось в моем сердце, в моей душе. Ольга, ну, скажи, пожалуйста, какие это книги, как тебе удалось, или как, что сподвигло написать. Давай прям с этого и начнем. Ну, что можно это? Ну, честно говоря, ты озвучиваешь эти книги лучше, чем я их пишу. Я бы хочу. Надо слушать своё исполнение, тогда всё будет в порядке. Ну, вы уверены, вы идёте. Да. Давайте уж, Олечка, всё-таки, как называются твои книги, скажи? В чём была идея или задумка? Книга, которая сейчас, которая уже вышла на Риберро, она называется «Никрождение», и такой сборник, в него вошли две небольшие вещи. Ну, вот это две книги, которые вышли у меня на Риберро. Это сборник козы. Туда вошли две-три небольшие вещи, и среди них вот моя такая довольно дорогая мне вещь, которая называется «Неведомый путь». Такая сильно мистическая штука. И книга называется тоже «Неведомый путь». Книга называется «Никрождение», от которой на Риберро. «Никрождение», Оль, но я не случайно переспросила, потому что из-за микрофона было не очень понятно звучание. «Никрождение». Сейчас эта книга выйдет скоро уже в Союзе Писателей, в Международном Союзе Писателей. Она сейчас уже на публикации скоро выйдет. Ну, вот так вот. Вообще история этой книги такая довольно своеобразная. Ну, вообще я пишу, я не помню, с каких лет я пишу, потому что я однажды нашла свой приключительский роман, который начала писать где-то в первом классе. Я догадалась, что это я писала в первом классе, потому что там было столько ошибок. Я потом уже не делала ошибок. А в первом классе я их могла вполне делать. Поэтому я поняла, что это я, наверное, в первом классе писала. Ну, такой сильный был приключенческий роман. Жаль, что дальше второй страницы не пошло. Ну, приключений было много уже на первых этих страницах. Я пишу с тех пор, в общем, просто в процессе пишу все время. Это как-то вот мне такой образ жизни все время что-нибудь писать. Ну, вот удовольствие такое себе составляет. Давай все-таки скажем в двух словах. Ну, сначала ты скажи, пожалуйста. Все-таки это твоя книга «Миг рождения». Она на самом деле состоит из нескольких частей. Я помню, что я все порывалась сделать твою интерактивную сценку, сделать ее именно с нашими друзьями, вот, коллегами по клубу интернет-творцов в нашем онлайн-театре не очень хотелось, потому что меня совершенно поразила эта, ну, просто гениальная философская мысль. Эта сценка, она, знаете, о чем? Ну, это я уже к читателям, к людям обращаюсь. Она вообще о процессе просвещения в веках. Правильно, Оль, я говорю? Ну, да. Что этот процесс представляла в античном веке? Ну-ка, так я, может быть, сейчас утрирую чуть-чуть уже. Ну, однозначно в средние века. И очень интересно увидеть и пронаблюдать вот эти характерные особенности. Причем эта сценка написана с юмором. И характерные особенности, и то стабильное, что у нас из века в век. Вот. Но она очень классная. Ну, так уж. Такая вот, знаете, шутка такая. Да, это была шутка. Легкая ирония по поводу любимой сейчас темы интерактивности во всяких проявлениях. Вот. Ну, озвучивала я, конечно, из этой книги именно главы по неведомому пути. Я не только озвучивала, я даже видео сделала. Да-да-да-да. Я его так и очень сделала, вернее, мечтала продолжить, но пока еще не сделала. Вот. И я так, ну, давай так, или ты скажи, или я скажу свое понимание. Для кого вообще эта книга? Не потому, что я хочу протолкнуть, друзья, вот поверьте, не потому, что я сейчас, это не рекламные у нас мероприятия, которые сейчас проводятся, а просто я делюсь именно своим впечатлением. И для кого эта книга? Я так вот скажу от себя, что вообще эта книга для людей, которые очень связаны с духовным просвещением. Вот этим, ну, вот с этим путем к пробуждению разума, к осознанности, именно к духовности. И вот это личный путь, который прошла Ольга Грибанова. Олечка, правильно я поняла? Ну, наверное, ты еще лучше сказала, чем я подумала. Да. Как всегда. Очень приятно, что это я так написала. Хорошо. Ну, совершенно. Это такой уникальный стиль у Ольги. Я вот, называется, захотела взять интервью вечер. Чувствую, что полчаса я буду об этом говорить. Потому что это очень-очень красивый стиль. Вы знаете, он загорает, он буквально загорает сердце читателя. Так произошло со мной. Я не помню, какая это была глава, наверное, глава восьмая, где он когда оглянулся и увидел, этот мангуст, главный герой, когда он оглянулся и увидел вот этот горящий лес за его питанием, и вдруг он понял, что это все то, что натворил его разум. Я помню, это настолько оказалось вот созвучно, видимо, вот этому периоду времени, когда вот этот внутренний анализ был у меня, что мы все творим собственными мыслями и своим отношениям. А потом мы не то, что мы раскаиваемся, а мы мучаемся, как же изменить себя и что в себе изменить. В общем, в принципе, и роман об этом, но настолько потрясающе, захватывающий, что я бы даже и сказала, хоть это, в общем, интервью не для того, чтобы рекламу сделать, а я даже аудиторию целевую обрисовала, кому это будет и очень интересно, и очень полезно, и очень много осознаний произойдет. И даже я думаю, что это написано таким стилем, это выражаясь языком эзотерика в таких вибрациях, что очистительные процессы, ну, однозначно пройдут в тех, для кого они нужны. Ух ты, как ты даже не подумываешь, что тут очистительные загнула, да, сама утилилась своему красноречию. Вот, давай мы перейдем вот к чему. Ну, как бы это интервью, мы так решили, взять интервью у наших товарищей, вот, членов клуба интернет-творцов. Это вообще заголовок, который придуман Ольгой Грибановой, я уже говорила, Ольга наш, такой главнокомандующий в этом деле. Оль, расскажи, пожалуйста, как у тебя, ну, что ли, или родилась, вообще давай вот, вот что, не будем говорить, как родилась идея, а давай скажем вот о чем, что тебе лично, вот для твоей личности дает это сообщество наше, вот что ты от этого получаешь и что ты даешь сообществу. Давай сначала ты, а потом я добавлю однозначно, что ты я. Ну, это моё удовольствие, моё счастье и удовольствие окружить себя людьми, которые любят творить и вместе с ними творить что-то новое и смотреть, как у всех всё здорово получается. Это такой кайф, это вот, ну, моё наслаждение, считайте. Сама себе сделала такую приятную игрушку. Это скажи, пожалуйста, а что же мы в этом клубе творим? То есть мы с тобой знаем, а люди не знают. Пусть они узнают, от чего же ты получаешь этот кайф? Может быть, кто-то тоже захочет его получить, примкнув к нам. Ну, здесь мы, ну, началось всё когда-то с курса по копирайтингу ещё до клуба. Когда мне самой захотелось попробовать, что это такое, ну, я и сама немножко этим позанималась, я поняла, что мне совершенно неинтересно и неинтересно этому кого-то учить. А потом я поняла, что мне хочется вместе с кем-то что-то новое сочинять. Вот сочинять я сама вот люблю всё время сочинять, но хочется, чтобы ещё кто-то вместе со мной это всё делал. И мы бы вместе смотрели, что получается. Вот это мне и даёт наш клуб. Такое вот удовольствие смотреть. А поконкретнее, дорогая. А что мы делаем с тобой? Мы сочиняем стихи, мы сочиняем прозу, мы делаем видео. Причём-то вставлю каждый индивидуально, а вот каждый в общем, вот что интересно. Мы делаем видео. Мы на всех пишем, хотя такая у нас однажды идея была, попытка была. Ну, я не знаю, я не очень верю в то, что можно к охозам что-то наварить серьёзное, но вроде даже и это получалось. Да, даже это Козьма Прутков творил. А я скажу, что это получалось. У меня в моей книге, у меня тоже книги есть. Вот. Там есть сказка про фею, про волка и фею. Я точно не помню, как она называется. Я, кстати, уже не помню, как она называется. Хотя книжка тут у меня лежит под боком, можно даже посмотреть. Речь, конечно, не обо мне, вообще речь всё-таки об Олье, но хвостану и своей книжкой. Ага, вот она, вот она. И есть тут эта сказка. Так вот, там её начало как раз было не спасатель Макс, ну ладно, не буду уже искать, короче говоря, про фею и про волка. Да, так вот, в этой сказке начало взято мной вот из этого нашего совместного творчества, когда мы каждой по строчке, и вдруг, опу, я почувствовала, что это, вот как прям грандиозное начало, оно меня вдохновило. То есть остальная сказка там уже моя, а вот это начало было взято. Ещё чем мы, Оль, занимаемся? Отчего ты ловишь кайф? Мы делаем ролики. Мы делаем ролики в программе про шоу продюсер, которую я нежно люблю, потому что там можно много интересного сделать, причём сделать на таком интересном уровне, что это практически получается произведение искусства. Вот я сейчас сразу же скажу. Значит, вот это видео я размещу на ютубе, или на своём канале, или это можно даже на канале Кит, то есть можно и перекопировать. Я авторской претензии предъявлять не буду, ну то есть там, что можно хоть каждый пусть ставит, потому что это наша совместная работа. Вот, так вот я значит, чему хочу сказать, что вот когда я выставлю, я уже выставила, я брала интервью у нашего Николаюса и брала у Валерия. Вот, и Олечка сейчас третья. Так вот, под видео я даю ссылки на каналы. Обратите внимание на канал Ольги Грибановой. Загляните туда и посмотрите на эти работы, которые не, как это, грубо, сейчас штампом скажу, не побоюсь этого слова, это настоящие гениальные шедевры. Ну, вы просто увидите, насколько это глубокие работы, насколько это красивые работы. Я бы сказала, что, наверное, даже вот равного нет в нашем вообще ютубе. Равного по глубине содержания, которые в такой, ну, абсолютно, знаете, идеальной форме, когда есть сочетание формы, глубины содержания и красоты вот этого выражения именно вот средствами вот этой программы про шоу, которую Ольга делает. Но Ольга не только делает, это я уж от себя добавлю всем, что Ольга ведет курсы и эти, в общем, курсы для клубов интернет-творцов бесплатные по именно созданию видео в про шоу. Но Оля и Камтези, чем она только вообще. Сейчас Ольга у нас уже владела и гифками, и люди делают, я, правда, на гифки не пошла, тут у меня тут свои курсы были. Ну, в общем, тут и не перечислить. Да, Оль? Сколько всего? Я очень люблю заниматься тем, что я еще не умею, это у меня тоже такой кайф. Если я что-то не умею, я скорее за это хватаюсь. Да, вот я помню. И начинаю это уметь. Что где-то полгода назад мы вели речь про какую-то новую программу, в которой именно там фигурки движутся видео. Вот. И Ольга овладела сначала, потом уже и курс открыла. Вот такие у нас дела. И поэтому, конечно, это самовыражение для людей, то, что каждый делает. Я даже про себя скажу, что вот несколько лет назад, когда я впервые к Ольге попала на про-шоу, то я вообще думала, вообще, я вообще, когда я увидела, что делает Оля, мне казалось, что ну в жизни я, во-первых, так не смогу. Ну, в общем, я, может быть, так и не могу, потому что у Ольги у нее изысканный вкус. Она как, она мастерски владеет. Она мастерски. Но я хочу сказать, что это очень развивает человек. Это развивает образное мышление. Это какую-то абстрагированность развивает. Это, ну, в этом можно поймать грандиозный кайф. Вот и чем я не занимаюсь. Вот чем ловлю кайф занимается. Ну, кроме того, еще от себя скажу, что стихосложение. Точно так же я попала к Ольге на этот курс. Мы ее так... Оля, можно научиться писать стихи тем, кто? Ну, совершенно бездарный. Типа вот я. А Ольга говорит, можно. Ну, ничего себе. ничего себе. Тут разобрало всех нас любопытство. И мы приперлись. А раз уж приперлись, будьте добры учить. И Ольга начала нас учить. И вот, начиная с ямба, хореей, пошли дактиль, амфибрахи. Такое количество стихов, которые Ольга подбирала нам, ну, из классических, для каждого нашего занятия, с разбором ритма. Потом перешли к рифме. Потом мы жанры стихов, например, вот этот самый лимирик, или лимирик. Я, например, никогда что-то и не слышала, и не знала, но мы и познакомились с японским хокку. Оль, правильно сейчас говорю? Правильно, правильно. И писали в этом духе, а как у нас этот юмор мы развивали. Ну, наверное, вот эти лимирики нам и помогли. Вот, когда это такой был просто вообще у нас кураж, кураж у нас в чате был, когда мы друг перед другом, что кто какую тему поймает, как он ее и разовьет и преподнесет. Очень было здорово. Ну, у нас еще были такие, то есть, если уж говорить о Ките, то, ну, правда, мы с Валерой про это говорили, то есть, в интервью, которое было с Валерой об онлайн-театре. Ну, я хочу похвастаться и как бы вдруг кто-то посмотрит только Ольгу. Вот, мы делали, это, в общем-то, проект такой, ну, равного ему вообще нет. Мы делали новогодние сказки, праздники, с озвучкой, со всем, каждый там свою роль играл и причем это совмещали с реальным представлением для детей интернет-пространства, представляете? То есть, мы заранее давали объявление, кто хочет из родителей или там из бабушек, дедушек не только поздравления получить лично, ну, то есть, чтобы ребенок услышал. Мы договаривались, куда подарки спрячут для детей, якобы от Дедушки Мороза. Представляете, какие мы шоу устраивали? Ну, помимо того, что сказки там, а сказки мы не откуда-то списывали. Мы сочиняли каждому Новому году свою личную китовскую сказку, представляете? То есть, мы грандиозные дела делали, но как-то вообще у нас продюсера нам хорошего, Оль, не хватало, правда? Да, 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 это да. Вот. Ну, вот такие у меня вопросы. Ну, еще вот, Оль, может быть, какие-то есть у тебя, ну, я не знаю как. Давай так, вот твое отношение к людям. Интересный вопрос. Кстати, я им никого не задавала, никому из наших. твое отношение к людям. Ну, скажем, китовцам, может, ну, вообще интересно, просто интересно. Наших китовцев я обожаю и вот восхищаюсь ими. Ну, вообще, мне вот настолько повезло, как можно повезти преподавателю, который обучает гениальных людей. Они сами все умеют, а ему достаются все лавры. Вот как он хорошо обучил. Я чувствую себя вот так вот. Вот мне вот так повезло обучать людей, которые без меня все умеют. А мне остается только восхищаться и говорить, ой, какие же вы молодцы. Ой, какие вы молодцы. Вот такое удовольствие я себе устроила. Но я вам хочу сказать одну вещь секретную такую. Вообще, Ольга, она обладает, знаете, каким талантом. Вот людей, которые, ну, например, как вот я, да, наверное, большинство, когда мы только начинаем пробовать, и мы же знаем, что у нас, ну, или кажется нам так, скорее всего, даже кажется, что не очень получается. Вот мне очень долго казалось, что у меня, да, у меня не очень-то получается. Знаете, вот как, вот Ольга настолько умела всегда увидеть вот то, или блеснувше, или на самом деле вот сверкнувше, или почувствовать вот эту мысль, которая заложена. Она настолько подбадривала, она настолько вела умело, что, в общем, в итоге, знаете, как и отношение изменилось к тому, что мы стали писать, и потом мы вообще раскрепостились, мы стали ловить просто кайф, ну, для себя хотя бы кайф вот этот стихотворческий. Это самое главное. Ну, в общем, это учительский дар. Ну, а к слову, сказать, что Ольга профессиональный педагог, она филолог, вот, Санкт-Петербургский университет Оли, вот, то есть она филолог вообще с большой буквы. Я хочу сказать еще одну вещь, про которую мы как-то не сказали. Оля у нас, она настолько тонкий литературовед, на доктора наук однозначно тянет, не знаю, может быть, там где-то сейчас и начнет что-то защищать. Вот, но Ольга делала не только видео по творчеству Веры Горд, которая перевела, причем, как бы, с авторским подходом псалмы Давида, это вообще уникальная тоже вещь, вот, а Ольга, а потом они с Верой сделали книгу, которая, в общем, совместила в себя литературоведческий анализ каждой главы, и эту работу выполняла Ольга Грибанова. Вот, а следующим, или наоборот, сначала произведение, потом анализ, шла вот эта глава из этих псалмов. Это гигантский труд и гениальный труд. Вот, но я думаю, что однозначно на филфаке это поступит, как вот такой и опыт, и вообще это то, что, ну, жемчужина какая-то, поскольку написано все абсолютно, знаете, классически, сами произведения Веры Горд и классический, для меня слово классический, это высочайший профессиональный уровень, сделан Ольгой, вот, в ее вот этих статьях. И это тоже, это вот тоже одна из грани нашей Оли, которая, вот, профессиональный учитель и вообще профессионал во всем, за что она берется. И доводит свое мастерство до профессионализма. То есть, может быть, она не родилась такой, но она доводит вот эту шлифовку. Ну, вот такое. Ну, и скажи, пожалуйста, Оль, ну, мы делаем вот это интервью. Ага. Если у тебя какая-то мечта, ну, как бы, или связанная, для чего мы это делаем? Вот, для чего мы так вот сейчас выставляемся, перед людьми, перед народом? Для того, чтобы нас стало больше. Нас должно быть больше. Потому что мы те, кто просто творит для собственного удовольствия. Не для того, чтобы на этом заработать, как вот сейчас нужно на всем обязательно зарабатывать. Пока зарабатываешь, пропадает кайф. Тут или кайф ловить, или зарабатывать. Это разные вещи. Мысль спорная, скажем так. Да, ну, поскольку, знаешь, как я тебе скажу, это Ольгино убеждение, дорогие дети. Это мое убеждение. Как у нас в голове, так у нас и в жизни воплощается. Совершенно верно. Поэтому это я сразу оговорю. Не примите на себя, через фильтр пропускайте. Вот. Но могу согласиться с тем, что, знаете, что это еще площадка, это мое мнение, это такая, вот этот кит, это такая площадка, в которой люди, знаете, собираются какие люди, для которых, которые не хлебом единым живы. Вот, если образно выразиться, то вот так. Это люди, для которых очень важно, ну, вот какое-то интеллектуальное насыщение, вот пища именно, эмоционально-интеллектуальное, вообще люди с развитым или развивающим свой эмоциональный интеллект. Это интересно. И вообще, если посмотреть на наше телевидение, так, да, фильмы, ну, телевидение, правильно я сказала, даже, может быть, где-то и на какие-то театральные вещи, если посмотреть, то сейчас, ну, очень большое количество людей, у которого жажда и тяга вот к такой самореализации и к таким единомышленникам есть, а площадки нет. Так вот, наш кит, это площадка для таких людей. Оль, я вообще понятно выразилась? По-моему, очень понятно. Ну, тогда я хороша, тогда удовлетворена. Так, Оль, ну, что еще мы не осветили из твоих великолепных граней? Ой, уж не знаю, что еще тут освещать. Да, у нас Ольга, кстати говоря, очень тонко, очень тонко относится к людям. Практически каждую субботу, это вот такой эльтруист у нас, Оля, она делает, ну, такие вебинарные, вернее, вебинарной комнате, но это занятие, вернее, это не занятие, это праздники для нас, она превращает это в праздник. Сама Оля готовит эти программы, но иногда кто-то другой готовит, потому что я помню, что было такое, что я что-то делала. Да, Валя тоже очень здорово готовит эти программы, так что ничего, все на улице валивать. Ну, я не так часто, как ты, поэтому я о тебе говорю. Вот, и знаете что, это так бывает приятно, когда ты что-то о себе, ну, или как-то не осознал, или не замечаешь, что-то из своих произведений, из тех, которые выдал в эфир, так сказать, увидеть там роликов в YouTube, или там каких-то своих, ну, я озвучки еще делаю, стихов или прозы. Вот я про это забываю, я иногда свои-то стихи забываю, как вот у меня вчера с Татьяной была, она мне спрашивает, твое стихо-то, я говорю, нет, наверное, Валя Мешкова. Она мне присылает отрывочек, я вдруг узнаю уже по отрывочку, что это, нет, это что-то мое. Вот. Да, кстати, а Ольга у нас, она сайт ведет, и вот все, что мы делаем, Ольга на сайт, я говорю, у нас есть жесткий диск, и это Ольгин сайт. Если что-то потеряли или забыли, Оле все сохранено. Вот берет красивую картинку, если надо еще каких-то своих, несколько слов припишет, восхищенных. Вот. Но я эта мысль, мысль-то я хочу завершить насчет вот этих вебинаров. Вот это человек, который умеет заметить то, что мы сами в себе, может быть, или забыли, или не заметили. Наши произведения какие-то, которые там уже несколько лет назад были сделаны, и Ольга сделает из этого просто праздник. И это действительно превращается для нас в праздник, потому что это, знаете как, как бенефис. То есть вот когда все о себе, и все тебе аплодируют, и все восхищаются, а ты сам себе удивляешься. Это очень приятно, люди. Вот. Это вот так вот Ольга делает. Ценя людей очень тонко, ну, она очень тонко, и трепетно относится. И к людям, и ко всему тому, что она делает. Но Оля еще скрыла еще одну грань из своего творчества. Ольга у нас каким-то образом, Оля откроет карты, раскроет тайну. Вот. Оля связана у нас с профессиональным образованием. У нас вот бинарная комната принадлежит, Оль, Чувашской... Короче... Организация профессионального образования Чуваши. Да. Ну, это наше основное, вот то, с чего начиналось все. Вот, давай так. Какое ты участие принимаешь в этой организации? Ну, кроме того, чтобы веб-комнату. Мы готовим выступающих для профессиональных конференций. Вот, представляете себе, Чувашия достаточно такая крупная республика. И если там собирать всех преподавателей на какие-то конференции, приходится им приезжать из разных городов. Это вот нарушается весь процесс педагогический. Все отменяется, все ищут какие-то гостиницы. Ну, естественный процесс, да? Сейчас это все делается просто. Это нужно войти в веб-комнату и провести это все. Беда в том, что еще не все умеют работать в веб-комнате, не знают, где там на что нажимать, чтобы оно все было. Вот этому мы как раз просто и учим на наших встречах с преподавателями. Мы помогаем им освоиться в комнате и вместе с ними репетируем, каждого готовим, каждого помогаем и спокойно дальше смотрим, что у них получилось. И радуемся тому, что действительно все получается. Оль, а редакторскую работу не осуществляете? То есть я сразу подумала о том, что мы иногда учителя, уж если взяли слово, то нас не остановить. То есть вот где-то такого плана, поскольку я знаю, что ты совершенно великолепный и редактор, и корректор. Такой деятельностью не занимаетесь? Ну, поскольку там преподаватели, они это умеют сами. Бывают у нас еще и студенческие конференции, там я могу что-то еще подсказать ребятам, опять-таки, если под рукой нет преподавателя. Преподаватель для того и создан, чтобы помогать своим ученикам. Так что, в принципе, среда-то там такая, которой, ну, не особенно нужны наши редакторские всякие вещи. Они сами преподаватели. Им только нужно научить, как себя вести в комнате, на что нажимать. Остальное они уже все сами. Вот. Ну, во всяком случае, я этот вопрос задала. В тайны проникла. Спасибо, Оль. Так, ну, я не знаю, вроде бы мы все обо всем. Ну, кроме того, что сейчас я обратила внимание, что Ольга на сайте стала давать очень много исторического материала. Вот. Много материала, такого мистического даже, плана. Стало появляться больше, мне так кажется. и очень как-то Ольга взялась за свой собственный город. За город Питер. Ну, это я просто сейчас вам показываю те статьи, которые я писала еще года три тому назад, когда начинала этот сайт. Я просто с вами делюсь старыми статьями. Развлекаю вас тем, что было у меня давно заодно, и ваши статьи все время обновляю, все время заново показываю, чтобы вы не забивали, сколько вы сами сделали замечательного. Слушай, Олечка, к слову тоже, к слову, мы сказали о твоей книге, к слову, я хвастанула своей, мне называется «Репка на новый лад» или «Так вот ты магия какая, не забудьте!» А сейчас новая книга «Сказок» выходит. Вот. Будет она называться «Цыпа, у тебя и друзья». Ага. Валентина Мельникова, автор. А в этом интервью с Ольгой Грибановой, у которой «Миг рождения» книга называется. Одна. Одна из книг. Вот. А значит, сейчас мы еще с вами поговорим вот о чем. Прорекламируем Ольгин сайт. Называется он «Вечный студент». Вот. И, дорогие люди, заходите. Это просто целая, как там называют, Википедия или энциклопедия. Там есть все. Ну, все. Потому что Ольга – это такой уникум. И что еще? Сейчас у нас… Оль, ты там ссылки хоть где-нибудь дай, что мы принимаем, что твой сайт принимает участие в этом, во всероссийском конкурсе. Ну, да. Да. Понимаю. Я время от времени там обновляю эти ссылочки. И вот где статьи даешь, люди заходят по ним, и надо тоже, чтобы… Ну, люди, проголосуйте. Вам же понравилось. Ну, да. Сколько лет Ольга занимается этим, ну, тоже альтруистическим трудом, вот, развивающим, в общем-то, ну, ну, наш уровень, наверное, интеллектуальный, эмоциональный, исторический, вообще, какой хотите. И, это мы вообще, Оль, наш кит предложил Ольге, Ольга, давай-ка твой сайт выдвинем. Столько лет труда, вот этого бескорыстного труда. Ну, я думаю, что люди откликнутся, должны откликнуться. Кто дотерпел посмотреть это интервью до конца? Ну, я думаю, что нам с тобой точно было интересно. Да, нам с тобой всегда интересно. Может быть, ты тоже интересна. Вот. Ну, ладно, тогда давай, Оль, пожелаем, что мы пожелаем людям? Я всегда желаю людям творить. Потому что пока человек творит, он живёт. Когда человек перестаёт творить, он перестаёт жить. Поэтому творим и не боимся и не откладываем этот процесс на то время, когда будет время, когда там буду на пенсии, ещё там где-нибудь, когда заработаю много денег, творите сейчас. Тогда всегда будет столько лет, сколько вы хотите, чтобы было. потому что творящий человек всегда молод. Ну, всё. Сказала. поспорить, что это... Можно поспорить, пожалуйста, конечно. Но однозначно, прямо однозначно, что состояние интереса к жизни, а это главный движок, творчество поддерживает. Да, конечно. Поэтому, конечно, люди и выглядят. творящие выглядят весьма-весьма неплохо. Я тоже, кстати, соглашусь. Вот. наши артистки выглядят хорошо не только потому, как мы многие думаем, правда, потому что это тоже процесс поиска, это процесс творения, а когда мы создаём своё, то не под началом какого-то режиссёра, а сами себе и режиссёры, и актёры, и вообще творцы, вот, то это, конечно, процесс такого кайфа и большого чувства удовлетворённости. Ольга Владимировна Грибанова была у нас на связи. Вот. Скажем, ей спасибо. Вот. Посоветуем или пожелаем, чтобы она всё-таки поставила камеру, и там отремонтировала или что. Вот, чтобы всё было хорошо. Поставлю, поставлю в следующий раз. Но видео переписывать мы это не будем, а если что, то возьмём ещё. Вот. Ну, всего хорошего. Всем всего хорошего. Спасибо, кто слушал. Спасибо, кто слушал. И удачи. И удачи. Так, ну всё, Олечка. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok